Давайте вспомним слова Гёта. Если статистические цифры и не управляют миром, то они показывают, хорошо ли мир управляется. Статистика – это подлинное зеркало общества, и это зеркало должно быть не запятнанным и не кривым. Именно такому отношению к статистике учит читателей учебник «Правовая статистика», написанный под редакцией Леонида Корневича Савюка, доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного права Высшей школы экономики, а также кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, юрфака МГУ. Данный учебник знакомит читателя с организацией статистического учета и системой статистических показателей, представленных в формах отчетности государственных органов, функционирующих в правовой сфере. В учебнике обстоятельно характеризуются этапы статистической работы, раскрываются методики формирования, отчетов, вопросы сводки, обработки и анализа данных правовой статистики. Автора учебника знакомит читателя с автоматизированными информационными системами, используемыми в правоохранительных органах и досудебной системе для статистического учета, а также сбора обработки и анализа данных, в том числе с возможностями использования для этих целей электронных таблиц офисного приложения Excel. Учебник ориентирован на студентов высших учебных заведений юридического профиля. Помимо студентов он будет весьма полезен сотрудникам правоохранительных органов и судов, осуществляющих ведение статистики. Много полезного для себя в ней найдут и научные работники, занимающиеся исследованием результатов правоохранительной деятельности с использованием методов статистического анализа. Наука о коммуникации – дитя современности. Ее история не насчитывает и сотни лет, чего нельзя сказать о ее предмете – старом, как мир. Это справедливо отмечают в предисловии авторы учебника «Основы теории коммуникации». Книга написана под редакцией докторов филологических наук Татьяны Дмитриевны Венедиктовой и Дмитрия Борисовича Гудкова, которые представляют филологический факультет МГУ. Несмотря на то, что объем учебника сравнительно небольшой, в нем раскрыты не только обязательные вопросы, предусмотренные программой дисциплины. В свете теории коммуникации рассматривается литература ведения, перевод и взаимосвязь предметной области с исследованиями фольклора. Текст написан прекрасным языком. Определения выделены в тексте небольшими блоками, что облегчает восприятие, а иллюстрирует теорию многочисленные примеры из практики и из классики. Очень интересно авторы подошли к составлению практикума. После каждой главы они дают задание на знание прочитанного и на его понимание. В то время как вопросы на знание призваны проверить осведомленность читателя по теме, задание на понимание провоцирует его поразмышлять над пройденным материалом. Примеры и задания составлены на основе классических текстов, а также современных публикаций. Понимание большинства курсов крайне сложно, если теория не дополнена практикумом. Так, для предмета дискретная математика представляю вам задачник автора Московского Государственного университета Юрия Валерьевича Таранникова. В издании рассматриваются задачи, встречающиеся в инженерной практике, для формализации которых необходимы математические модели дискретной математики. Такие как теоретико-множественные, комбинаторно-логические, автоматные, графовые, функциональные, алгебраические и другие. Особое внимание уделено принципам построения алгоритмов решения задач дискретной математики на базе известных моделей, вычислений и оценкам их сложности. В большинстве тем автор использует собственный подход к подаче материала, преследующий цель максимально эффективного обучения студентов практическим навыкам. Содержащиеся в работе задачи имеют самый разный уровень сложности, от элементарных, которые можно решить прямым использованием определений, до сложных, для решения которых требуется творческое умение применить полученные навыки. Например, найдите количество n разрядных десятичных чисел, в которых после цифры 1 не стоит цифра 2. Или постройте диаграмму переходов и схему в базисе для автомата с двоичным входом и выходом, заданного определенными соотношениями. Издание рекомендовано для студентов и преподавателей высших учебных заведений технической и математической направленности. В России в течение последних десятилетий происходит процесс коренных изменений в системе отношений собственности. Государственная собственность является одной из важнейших составляющих экономической системы. Она охватывает большой массив объектов, являющихся инструментами обеспечения устойчивого экономического роста и социального благополучия населения страны. От эффективности управления собственностью в значительной степени зависит общественно-экономическое развитие государства. Представляю вашему вниманию учебник управления государственной и муниципальной собственностью. Он написан под редакцией доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, действительного государственного советника Российской Федерации Станислава Евгеньевича Прокофьева. В учебнике описана структура, система и принципы управления госсобственностью. Значительное внимание уделено вопросам управления акционерной собственностью государства, движимым и недвижимым имуществом, природными объектами, земельными ресурсами и интеллектуальной собственностью. Авторы учебника не оставили без внимания и вопросы управления государственной собственностью, находящейся за рубежом. Также в учебнике рассмотрены вопросы организации контроля, эффективности использования объектов государственной собственности, повышения эффективности управления ими. Каждую тему сопровождает обширный методический комплекс с заданиями различного характера. Например, читателю предлагается охарактеризовать понятие природных объектов как объекта права собственности, проанализировать правомочия Российской Федерации как собственника имущества, находящегося за рубежом и так далее. Все это позволит читателю закрепить пройденный материал, приобрести навыки управления на основе решения конкретных задач и развить аналитическое мышление. На данный момент современному специалисту по информационным технологиям необходимы познания в первую очередь в области баз данных, так как они широко используются практически во всех областях деятельности. Рад вам представить работу «Базы данных» автора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Нестерова Сергея Александровича. В учебнике системно излагаются основы теории и рассматриваются вопросы, связанные с проектированием и разработкой баз данных. Основное внимание уделено созданию и использованию реляционных баз данных, являющиеся на сегодняшний день наиболее распространенными. А в главе 7 учебника даны основы конструкции языка SQL, который является стандартным языком запросов при работе с реляционными базами данных. Все теоретические сведения сопровождаются примерами и лабораторными работами. Например, лабораторная работа номер 9 посвящена созданию баз данных в системе управления SQL-сервер. Данный учебник рекомендуется для студентов и преподавателей высших учебных заведений в направлении «Системный анализ и управление», «Информационные системы и технологии», а также может быть полезен всем, кто хочет изучить дисциплины «Базы данных» и «Управление данными». При каких обстоятельствах возникает критическое тепловое взаимодействие организма человека с внешней средой? Что такое техногенное происшествие? Представляю новинку нашего издательства «Техногенные системы и экологический риск» под общей редакцией доктора технических наук профессора МАИ Петра Григорьевича Белова. Отличительной особенностью учебника служит акцент на обеспечении производственно-экологической безопасности и менеджмент техногенно-экологического риска. Данный подход, имеющий дело с объектом производственно-природная система, по словам авторов, уместно считать и системным, и удовлетворяющим современной трактовке понятие риск. Кроме того, в книге учтены последние достижения в исследованиях и совершенствовании как самих источников техногенно-экологического риска, так и его менеджмента. Текст дополнен схемами, таблицами и иллюстрациями, облегчающими восприятие достаточно сложного материала. После каждой главы авторы приводят обширный список вопросов для самопроверки, в том числе и ситуационные задачи. Вот, например, дается описание последствий разгерметизации продукта провода «Западная Сибирь-Урал-Поволжье» в 1989 году, и авторы предлагают студентам описать техногенные воздействия, которыми подверглись пассажиры поездов, оказавшихся в зоне взрыва. Данный учебник адресован студентам академического бакалавриата, будущим специалистам в области экологии, природопользования, химии, а также рационального использования природохозяйственных комплексов. Представляя учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры «Методологические основы и проблемы психологии». Его авторы — доктор психологических наук, профессор, почетный профессор РГПУ имени Герцена Владимир Николаевич Панферов и кандидат психологических наук Светлана Александровна Безгодова. Назначение этого учебника, по словам авторов, в том, чтобы представить новую версию методологических основ современной психологии, как особой науки со своим предметом и способом познания. Материал разделен на четыре большие раздела, которые рассматривают методологические проблемы психологических науки, познания, исследований, а также профессионально-психологической практики. В учебнике дана методология интегрального синтеза, которая предполагает использовать методы всех существующих парадигм, исходя из многогранности предмета психологического исследования. Рассматриваются разнообразные методические приемы и методы, в том числе применение метода математического анализа данных. Анализируется, в чем состоят их возможности и их сложность в психологическом исследовании. Подробно рассматриваются шаги организации и проведение исследования. Раскрываются этапы организации психологической помощи клиенту, проясняющие методологию такого вмешательства. Также авторы коснулись вопросов эффективности работы психолога и супервизии. Материал учебника снабжен разнообразными практическими заданиями. Приводятся также пословицы и поговорки, отрывки из литературных произведений. Вот, например, стихотворение Тючева. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Студентам предложено разобраться, какие парадоксы человека описаны в этом отрывке. Также даются проекты психологических исследований и описаны ситуации клиентов, призывающие студентов разработать пошаговые программы психологической помощи.